Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Попробовать Анапу на вкус. На курорте развивается новое направление – гастрономические туры по черноморской кухне. Поддержка и опора России. Какие казачьи команды стали лучшими по итогам всероссийских соревнований. В поселок Уташ Виноградного сельского округа пришел газ. По программе «Социальное развитие села» власти курорта получили краевые и федеральные средства. И на условиях софинансирования построили в поселке газораспределительные сети высокого давления. Процесс был непростым. Глава города держал эти работы под ежедневным контролем. Жители получили техническую возможность подвезти газ к своим домам. Такой звук в этой части поселка Уташ ожидали услышать три года. На бюджетное средство – 4,6 миллиона рублей – построена новая газораспределительная станция. Она готова снабжать топливом более 120 дворов. Однако в товарищество объединились владельцы 64 домов. Они приняли решение тянуть газ к домам на свои деньги. Благодаря реализации муниципальной программы затраты людей на газификацию своих домов значительно сокращены. Несколько давлений обошлось. Разводящий газопровод – порядка 160 тысяч для каждого новом владения. Это без внутренней коммуникации. Но я надеюсь, сумма будет уменьшаться, потому что в кооператив будут подключаться еще люди. То есть сумма будет постепенно уменьшаться. Если все 128 домовладений подключатся, то обойдется с информационными всеми надбавками порядка 100 тысяч. У Владимира Дербенева уже подключен газовый котел, рядом плита в заводской упаковке. В моем возрасте, а вот мне две недели назад 60 лет стукнуло, конечно, зарядка – это хорошо. Но, извините, не до той степени. Бывает, что и ночью минус, ночью надо вставать. Ну, некомфортно. Газ есть газ. Сколько бы он ни стоил. Первые дворы получат газ через считанные дни. Кто-то еще дооформляет документы. Жители с нетерпением ждут окончания всех работ. Нужно согласовывать объемы потребления, решать вопросы, связанные с безопасностью. Большую помощь, говорят люди, оказывают в администрации города-курорта, в том числе лично глава Анапы. Приходилось, допустим, в архитектуру делать документы. Трудности были с архитектурой. Всегда на прием обращались. Все это дело быстренько и положительно решалось. И также, когда уже начали оформлять документацию на собственность, мы получили свидетельство, что мы являемся 64 человека собственниками этой трубы. В Уташе уже работают две газораспределительные станции. С пуском третий. Возможность получить голубое топливо появится у любого жителя поселка. В городском управлении капитального строительства подчеркивают, сегодня можно существенно снизить затраты на подключение, участвуя в государственной программе, которая реально работает. Средства тратятся только на выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы и от стоимости строительства объекта, от средства граждан составляет 20%. Это мы имеем в виду разводящие сети низкого давления, уличные, стоимость строительства и проектирования. При такой схеме подключение к газовым сетям обходится не дороже 50-60 тысяч рублей. Стоимость снижается с увеличением числа участников товарищества. Таким образом, уже выполнена документация для хутора Усатого Балка. Есть проект завершения газификации поселка Просторный. Готовятся проекты по двум газопроводам низкого давления в хуторе Чекон. Создано четыре товарищества в станице Гастагаевской. Подготовлены заявки на софинансирование из вышестоящих бюджетов. Анапский роддом закрывается на две недели на санитарную обработку. Об этом сегодня сообщили в городской больнице. С 7 по 21 ноября в родильном отделении будет проводиться плановая дезинфекция. Это обязательная ежегодная процедура, во время которой тщательно обрабатываются и дезинфицируются абсолютно все помещения и оборудование. Не стоит воспринимать временное закрытие роддома как излишнюю перестраховку, так как данное мероприятие в первую очередь направлено на заботу о здоровье новорожденных, а также будущих и состоявшихся мам. Тем более, что на этот период будущим мамам Анапы предоставится возможность обслуживаться в краевом перинатальном центре. На период закрытия роддома все наши женщины беременные и родильницы будут госпитализироваться в перинатальный центр города Новороссийска. Там, где будет им предоставлена вся необходимая помощь при беременности и во время родов и в послеродовом периоде. На период закрытия будет действовать отделение здесь у нас в роддоме на первом этаже для оказания экстренной медицинской помощи. То есть, если женщине будет необходимо оказать экстренную помощь и нет возможности транспортировать ее в город Новороссийск, это будет оказано здесь. Здесь будут дежурные бригады, дежурные врачи, анестезиологи. То есть, весь необходимый объем будет оказан в нашем роддоме. Гинекологическое отделение будет работать в штатном режиме. Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефону скорой помощи или горячей линии управления здравоохранения. У Анапы есть прекрасные возможности развивать свой неповторимый бренд – гастрономические туры по черноморской кухне. Об этом с уверенностью говорят иностранные специалисты. Оценив особенности и качество кубанских продуктов, они им отдают предпочтение в приготовлении деликатесов. Шеф-повар ресторана «Ля Веранда» – настоящий итальянец. Паула Черноволос, тугие кучеряшки в щедром бриолине, небрежным узлом на шее стильный шарф. Чтобы не жестикулировать на камеру, из последних сил держит руки в замке. Но куда от природы человека из южного итальянского городка денешься? Природа берет свое. К тому же профессионал своего дела знает столько рецептов черноморской кухни, что готов рассказывать о них бесконечно. Сегодня в Штармиде не нашли мидии, но хотел показать мидии, но это не нашли сегодня. У нас сегодня нашли барабулки шикарные, ставрида, сарган, устрицы живые, которые у нас хранятся в аквариуме, черноморской устрицы. И приготовили как по настоящий итальянский стил. Но наш разговор сегодня о том, есть ли у черноморской кухни перспективы стать настоящим брендом гастрономических туров. Кухня средиземноморская в очень многом схожа с черноморской, ее только нужно успешно продвигать. Черноморская культура по кухне есть, и она даже глубокая. Паула 6 лет в Анапе, он хорошо знает рынок, любит наши продукты, лично знаком со многими рыбаками и в восторге от качества морской продукции. Шикарная барабулка, рыба из белого мяса, она имеет такой йодный вкус, можно едять и готовить даже сырой. Как я вам предлагаю на это блюдо, это карпаччо из барабулки, с брунуаз кабачок, болгарские перцы, мятоперчины, которые растут у нас в огород, масло растительное, поэтому местное. У Паула Лаполита есть мечта, чтобы его средиземноморский город Бешели и наши Анапы породнились. Здесь все как в Италии, и люди, и продукты, и возможности. Сферу обслуживания надо развивать, своими особенностями гордиться и максимально использовать. Я очень рад, что я попал в Анапу, потому что она очень похожа в город, где я родил и росли, где росли мои опыты. И я попал в Анапу, у меня были предложения, ехать в Москва, ехать в Санкт-Петербург, Больший город, Сочи. Я всегда отказал, я говорю, оставьте меня здесь, между людьми, которые умеют общаться. Потому что моя работа это не просто, чтобы готовить и жарить, это тоже очень имеет отношение. Все, что на столе сейчас у итальянского повара, наши кубанские сыры, морепродукты, овощи и напитки, причем самого высокого качества. Итальянский шеф-повар очень хорошо знает, как это здорово использовать в национальной кухне ярко индивидуальные ее особенности. Нам просто надо учиться этим гордиться. Сегодня Федеральная таможенная служба России празднует свое 25-летие. В Анапе также четверть века работает филиал Новороссийской таможни. Коллектив Анапского поста небольшой, но результаты работы весомые. За 2016 год наши таможенники взыскали почти 95 миллионов рублей по таможенным платежам. Как работают современные сборщики налогов, узнавала наша съемочная группа, проведя рабочий день в Анапском аэропорту. На Анапской таможне работает всего 10 человек. В зоне ответственности – Международный аэропорт Анапа и Морской порт, который также открыт для международных сообщений. Все сотрудники – люди высочайшей квалификации с огромным опытом работы. Наталья Калачева работает на таможне уже третий десяток лет. Считается одним из лучших сотрудников. Причем в ряды этой структуры попала совершенно случайно. Устроиться по специальности было невозможно в 1994 год, работы не было. И появилась возможность устроиться со своим экономическим образованием. Вот поэтому я сюда пришла. Все как бы прозаично довольно звучит. Не потому, что у меня какое-то призвание или я сюда стремилась. Я совершенно не знала этой работы, которую должна была выполнять. И взяли меня на работу в бухгалтерию, потому что я по специальности бухгалтер. Но потом все изменилось за это время. Я освоила много-много самых разных участков работы. Сейчас я занимаюсь в оформлении воздушных судов на международных авиарейсах. Оформляю морские суда в Анапском морском порту. За 9 месяцев 2016 года Анапским таможенным постом было оформлено 148 деклараций на товары общей стоимостью более чем на 11 миллионов долларов. Особый контроль уделяется пассажирам, которые прилетают на зарубежных рейсах. Проводится тщательный досмотр каждого. Современные технические средства позволяют делать эту процедуру оперативно, при этом максимально контролировать содержимое багажа. Из каких-нибудь крупных задержаний, задекларированных товаров, это были у нас иконы, которые пытались вывезти в Грецию, которым Министерством культуры призваны исторической ценностью, решением суда не переданы были государству. В связи с реконструкцией Анапского аэропорта количество авиарейсов существенно сократилось. Основная нагрузка под досмотр воздушных судов легла на плечи краснодарских таможенников. У Анапских же сейчас главное направление – отработка и контроль грузов, доставленных в Краснодарский край по Черному морю. Новороссийская таможня является старейшей на юге России, является одной из крупнейших таможен Южного таможенного управления. Занимает первое место по стоимостным и весовым показателям внешней торговли. Таможня относится к категории пограничной. Протяженность таможенной границы вдоль береговой линии составляет 164 километра и углубляется на 12 морских миль в Черное море. Регион деятельности Новороссийской таможни охватывает юго-запад Краснодарского края, включает в себя город Новороссийск, Анапские и Геленджийские районы. В структуру у Новороссийской таможни входят 6 таможенных постов. Один воздушный, 4 морских, один автотранспортный и 41 структурное подразделение. За всю историю существования таможенники вписали немало ярких страниц в историю страны. И Анапский пост занимает достойное место в системе таможенных органов Юга России. С 17 октября на территории Анапы проходит четвертый этап профилактического мероприятия «Автобус». Главная цель – безопасность перевозки пассажиров на общественном транспорте и снижение уровня аварийности. За 9 месяцев этого года в Краснодарском крае по вине водителей автобусов было совершено 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 5 и получили травмы 88 человек. К счастью, Анапа в этот печальный список не попала, но протоколов за мелкие нарушения составлено предостаточно. В том году за период проведения курортного сезона было 3 ДТП, 1 человек погиб и 4 человека пострадавших. В этом году за весь курортный сезон у нас не допущено ни одного ДТП с участием автобусов. За проводимые мероприятия операции «Автобус» нами было привлечено более 300 водителей за нарушение правил дорожного движения в городе-курорте Анапа. Нарушения, допущенные водителями автобусов, самые распространенные. Не пристегнутый ремень безопасности, выключенный ближний свет фар, также автобусники часто не пропускают пешеходов на зебре. В большинстве своем водители согласны с нарушениями, однако возмущены пассажиры, которые не желают ждать оформления протоколов и покидают маршрульки. Но встречаются и такие водители, которые даже при явном нарушении любыми способами пытаются доказать свою невиновность, таким образом сами задерживая своих пассажиров. Анапская госинспекция безопасности дорожного движения ведет полномасштабную профилактическую работу на территории курорта. Особое внимание сотрудники уделяют пешеходам и перевозкам детей, которые предусматривают обязательное использование детских удерживающих устройств. В Анапе завершились соревнования молодых казаков. Они проходили на базе Всероссийского детского центра смена. На протяжении двух недель участники Всероссийского этапа военно-спортивной игры казачьей всполох и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи из 11 казачьих обществ России демонстрировали физическую подготовку и творческие способности. Какие команды казаков стали лучшими в материале наших коллег? По итогам 10 конкурсов среди участников казачьего сполоха в тройку лучших вошли Кубанское, Центральное и Уссурийское войсковые общества. На третьем месте представители Сахалинской области. Вторыми стали кадеты из Ярославля. Победители военно-спортивной игры ученики кадетского корпуса имени генерала Геннадия Трошева из города Кропоткин. Лидер Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи команда Центрального войскового казачьего общества из Ярославской области. Второе место у представителей Кубани. Участники из Всевеликого войска Донского заняли третье место. Победителей наградила член Совета при Президенте Российской Федерации Валентина Иванова. Казаки всех 11 войск страны являются и смелыми, сильными, отважными, умеют и ценят традиции казачества, знают историю казачества и способны точно так же защитить родину, как это было присуще казакам. Победа далась очень сложно, долго готовились, борьба была ожесточенной. Все приехали сюда за победой, но готовились лучше всех. Служу России, Кубани и казачеству! Долго готовились к этим соревнованиям, приложили много усилий и, конечно, наверное, процентов так 80 мы ожидали, что мы, конечно, займем первое место, потому что мы за этим сюда и приехали. Награды за вклад в развитие казачества получили руководители и капитаны команд, участвовавших в параде, посвященном 320-й годовщине образования кубанского казачьего войска. Когда сегодня говорят о патриотизме и говорят о том, что якобы в России нет патриотов, настоящих защитников, на которых можно положиться, вот они, вот они, бери и став в строй для защиты отечества. А то, что проходят соревнования, другие мероприятия, это надо, потому что надо как-то воспитывать, чем-то воспитывать дух казачий, обычаи, традиции казачьи. Все это совокупно, оно нужно и необходимо. В финале закрытия команды прошли торжественным маршем со знаменами своих войск. За две недели соперники стали друзьями. Молодые кадеты узнали о традициях и быте казаков со всей России. Для каждого участника эти соревнования неоценимый опыт, который пригодится в дальнейшем при обучении и воинской службе. Несколько суток на территории города-курорта сохраняется экстренное предупреждение от Управления гражданской обороны и защиты населения об усилении ветра до 20-25 метров в секунду. Сегодня в первой половине дня в районе Новороссийской и Анапы свирепствовала бара. Порывы ветра местами достигали 30 метров в секунду. При этом температура воздуха была всего около 5 градусов. Сейчас в регионе по-ноябрьски холодно. Ожидать ли анапчанам потепление в ближайшие дни и когда утихнет ветер, нам рассказал главный синоптик края Андрей Бондарь. В настоящее время по Новороссийску и району Геленджика выписано штормовое предупреждение на ураганы ветра до 33-35 метров в секунду. Также сильный ветер у нас наблюдается практически на всем Черноморском побережье и Азовском побережье. Штормовое предупреждение выписано до конца сегодняшнего дня. Завтра мы ожидаем уже ослабление ветра в целом и по краю, и по зоне Черноморского побережья. На последующие сутки мы прогнозируем, что ветер порывами будет достигать 20 метров в секунду, что существенно ниже того, который наблюдается сейчас. Основная же градация ветра будет на побережье порядка 10-15 метров, по равнинной территории 7-12 метров в секунду. Все это связано у нас в настоящее время с антициклоном, который отходит уже дальше на восток России. Район Краснодарского края перейдет под влияние уже больше циклонических образований. Это будет в дальнейшем определять некоторое повышение температуры, и к концу недели мы ожидаем осадки по территории края. Осадки от слабых до умеренных преимущественно как раз по Черноморскому побережью. Будет переменная облачность, и температуры будут сохраняться достаточно низкими, то есть порядка 9-14 градусов дневные температуры, по равнинной части 7-12 градусов. Ночные температуры за счет Черного моря будут оставаться относительно высокими по сравнению с остальной территорией края в районе Анапа-Новороссийска. Это температуры 5-9 градусов. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин